Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Все! Приехали! Спасибо большое! Пожалуйста! До свидания! Счастливо! Пап! Спит, что ли? Пап! Папа! Папочка! А там никого нет! Дядя Дима на охоту ушел. А когда? Вчера собирался. Вчера? А ты кто? Я его дочка, Ольга. А, из Москвы? Ну да. Девочка, а что, разве ночью ходит на охоту? Не знаю, может он поутру ушел, я его не видела. Галя, где тебя черти носят? Сейчас, уже иду! Девочка, скажи, а что, через сколько возвращаются с охоты? Ну, это как повезет. В общем, лишь за косяком, печь я протопила. Меня Галей зовут, если что, в соседнем доме живу. Спасибо. Хочу разжирать охота! Так, закрой дверь! Спина грыз. Здорово, Андрюха! Андрея Петровича, между прочим. А, ну как скажешь, начальник. Чего закрали привез? Прокесторская дочка. Из Москвы. Ну, ничего, такая цыпа. Эд, слушай, что насчет моего водительского удостоверения двигается? Пойдешь на пересдачу. Ты что, охренел, что ли? Мне работать надо, у меня денег нет. Правила нужно было соблюдать. Да это аварии не по моей же вине было. Я тебе что, гаишник, что ли? Отойди. Да какая разница, одна же контора. Сказал бы сразу, что не можешь. Да успокойся ты. Сделаю я тебе твои права. Вот что с ним? Это тасула, подлей. Мне это больше тасула. Так ты тогда воды, подлей. Слушай, иди отсюда. Пап. Я прошу прощения. Что еще? Вашим ведром воспользуюсь. Можно воды набрать? Воспользуйтесь. А он Казимирыч к вам пришел? Того еще Казимирыч? Вещи принес. Говорит, что у вашего отца. А отец где сам? Не знаю. Ну, а что ж вы не спросили? А что, я должен был? Здрасте. Здрасте. А вы не знаете, где Дмитрий Алексеевич? Алексеевича что, дома нет? Нету. Тогда не знаю. Рюкзак у дороги валялся спереди могли. А это что, его рюкзак? Его, фирменный. Не понимаю, зачем же он посреди дороги рюкзак бросил? Ну, я почему знаю. Может быть, за зверем пошел. Он ему мешал, да скинул, да забыл где. А может, он в лесу заблудился? Ну, что ж он за охотник, если в лесу будет крутать? Да у Харченкова, наверное. Она сегодня весила, джипов только штук пять привалила. Вы тоже так думаете? Я не привык думать у других. Алексей Казимирыч, вы когда собираетесь парку получать? Зачем? Ну, как зачем? На работу устроитесь? Я свою отработал. Заположено так. Характеристику получите. Потом судимость можно снять. И пять лет жизни тоже вернут? Всего доброго. До свидания. Чем вызван интерес органов к моей скромной персоне? Здравствуй, Виктор Сергеевич. Привет. Нужна твоя помощь? Странно. Обычно же помощи ищут у вас. Дело необычное. А в чем необычное дело-то? Тот труп, что обнаружили твои егеря. А, это-то? Ага. Неприятная история. К тому же слухами обрастает. Ну, ты понимаешь же, да, что к началу сезона мне это совсем ни к чему. Что от меня требуется? Понимаешь, у следствия нет твердой уверенности, что это несчастный случай. Думаете, намерены убийство? Материалы дел определенно подтверждают нападение дикого животного. Но некоторые обстоятельства выглядят довольно странно. У тебя разрешение на это есть? Конечно, есть. Вот поэтому я и решил обратиться к тебе. Вы не можете определить, что это был за зверь, да? Точно. Ты профессиональный охотник, можно сказать, авторитет в своем деле. Возможно, ты сможешь определить по характерным ранам на теле погибшего, что это было за животное. А следов там? Ничего не обнаружили? К сожалению, замело снега. Это звериная работа. Полагаю, это хищник. Не очень крупный, но очень жестокий. Смотри, тело жертвы буквально искром сынов клочья. Можно подумать, что это волк, но это следы не зубов, скорее когтей. Причем очень острых. Какое животное способно на такое? Ну, медведь, например, может одним ударом лапой снести голову, но оставить вот такие порезы на теле нет. Это не медведь. Я бы решил, что какой-то маньяк использовал орудие убийства наподобие когтей. Да нет, это, пожалуй, настоящие когти. Живые. А волосков, шерсть и там остатков клочков не нашли ничего? Нет. Виктор Сергеевич, я оставлю эти снимки у тебя. Покажи своим охотникам, может, кто сталкивался с подобным. Слушай, а ты к Леше Вербичу не наведывался? А, тяжелый мужик этот, Казимирыч. Он видел труп. Когда приехал на место, он бродил возле ограждения. Конечно, следовало бы с ним побеседовать. Но ты же знаешь, легче с глухонемым разговаривать, чем с ним. Одинец. Че-че? Ну, это как волк-одиночка, который живет в нестайне. А, это точно. Ну, охотник, он, конечно, прирожденный. Зверя лучше всех знает. Такое впечатление, что чувствует его. Как будто язык знает. Я, конечно, схожу к нему, но вряд ли он нам поможет. Вы же друзья были. Вместе хозяйство поднимали. Ну, были когда-то. Ты же знаешь, что произошло. Ну, наслышан. Может, ты сам бы, Виктор Сергеевич, в лесу пригляделся. Ну, следы какие, раненые животные там. Хочешь, чтоб я организовал охоту на этого зверя? Самое паскудное может оказаться то, что это маньяк или бешеный зверь на одном убийстве не остановится. Не дай бог. Пап, пап, это... Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Оля! Оля, вы дома? Доброе утречко. А я вам тут молочка принесла. Спасибо большое. Да ты, заходи. Сколько я должна? Да вы что, у нас с дядей Димой свой счет. Вы только дайте куда перелить. Ну что, дядя Дима вернулся? Ой, да нет. Я даже не знаю. Понятно. Ты кофе будешь? Да, конечно. У нас дома не варят. А мы сейчас сварим. Я на секундочку. Я на секундочку. Я на секундочку. Я на секундочку. А у вас что-то пропало? Да нет. Просто вчера кто-то ходил, вот я и подумала. Вы ночью поаккуратнее, а то в лесу какой-то неизвестный хищник появился. Охотники говорят, на людей нападают. Вот недавно, что-то не о том. Не расстраивайтесь. Да уж, успокоило. Да не волнуйтесь вы так. Вдруг дядя Дима впрямь на охотбазе. Парится там сейчас себе в банке и понятия не имеет, что вы приехали. Он ведь дружит с Харченко, на охоту всегда вместе. Разве дядя Дима вам не говорил? Да, конечно. А ты мне дорогу подскажешь? Так, ну че не грузим, а? Давай взяли в машину. Виктор Сергеевич, у вас какая-то девица справа твоя. Какая еще девица? Как фамилия? Подольская, говорит. Подольская? Скажи, пусть ждет меня в холле, сейчас буду. Виктор Сергеевич, кабан какой-то тупой пошел, на наши кормушки совсем не идет. Леша, при чем здесь кабан? Это голова твоя тупая. Кормить надо зверя на кормушке, он тогда и будет держаться. Или ты думаешь, что клиенты будут за пустую беготню полюсу платить? Лех, ты давай меня не зли, а то я тебя обратно в колхоз отправлю, коровники чистить. Понял? Ну смотри. Да не обращай внимания. Вот ты какая, Ольга Подольская. Ну привет. Здрасте, а вы... Да, а я тот самый, Виктор Сергеевич, которого ты звала, когда была такая дядя Витя. Ты обедать будешь? У нас сейчас обед. Давай-давай, пойдем. Нет, спасибо. Мне нужно срочно отца увидеть. Он у вас? А разве он не на хуторе? Он вчера к вам не приходил? Нет, ну я правда на охоте был. А когда он у вас был? Три дня назад. А что случилось-то? Он вчера ушел на охоту, его до сих пор нет. Мужчина какой-то рюкзак принес, я даже не знаю, что... Ты успокойся. Рюкзак это знаешь еще? Рюкзак это ничего не значит. Дима знает лес как свои пять пальцев, к тому же у нас в лесу заимки есть. Я слышала про какого-то хищного зверя. Говорят, он на людей нападает. Деревенские, скажи. Ну слушай больше этих деревенских. Они, знаешь ли, любят преувеличить. Скажите правду. А что говорить? Это случайность. Ну, возможно, животное защищало свою территорию. Когда это было? Вчера. Да ты че? Че это с тобой? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мне уже звонили с милицией. Погибший некто Иванцов. Мы браконьеры еще тут наших угодим. Ты давай. Перестань-ка. Что это? Не будем об этом. Степан, притормози-ка Егерей из Березовки. Угу. Если твой отец в лесу, то мы его обязательно найдем. Обязательно. Я тебе обещаю. А сейчас пойдем расскажешь, как ты там в Москве, как доехала. Вот и езди. После этого в поездах-то, а? Ужас какой. Никому верить нельзя. А может, все-таки в милицию заявить? Не, я думаю, пока не стоит. Ты же знаешь отца. Он, когда вьется над какой-то идеей, может по три дня пропадать. Сам говорил, что ему в лесу лучше думается. Поэтому и дом на отшиве купил. Ему, видите ли, тут у меня шумно. Ну да, он такой, но... А его могли и не видеть. Вернулся с охоты и сразу в город. Или еще куда там. А мы с тобой шумиху поднимем. Тебе два пакетика? Угу. А потом выяснится, что он укатил на курорт со своей этой Катей. Ему все-таки как-никак известный ученый. Ему эта шумиха, знаешь, ни к чему. Быть этого не может. Он мне сказал приехать. Должен был ждать. Да и чемоданы его, вещи все на месте. Он где-то здесь. А не с этой Катей. Ну, извини, это я так. Но в город он мог запросто уехать. Вижу его искать. У кого он может быть? У Масловского. Слушай, доктор Масловский. Вот кто нам нужен. Ну, это наш народный целитель районного масштаба. Димка не раз к нему обращался со своим мениском. После какой-то там горнолыжной травмы. А, так это в Татрах было? Ну, верно, в Татрах. Может, в блокноте есть. Доктор Масловский? Посмотри. Ага. Доктор Масловский. Красноармейская, дом 14. Давай я тебе денег дам. Ты же говорил, у тебя в поезде обрабили. Ну, неудобно как-то. Ну, неудобно, знаешь, спать на потолке. Так что, бери давай. Хватит пока, я потом еще дам. Спасибо. Бери, бери. Да, да, ну что вы, хватит. Даже не думал. Простите, это Красноармейская, 14? Да. Спасибо. Здрасте. Здрасте. А, у меня доктор Масловского. Проходите. Спасибо. Мы же, честно говоря, вас заждались. Вы, 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 я, наверное, туда попала. Вы что? Туда, туда, туда. Присаживайте. Ну, и что? А ты красивая. Пиво хочешь? Да нет, спасибо. Извините, я правда, наверное, ошиблась. Сиди. Что из Москвы должна передать? Что? Что ты должна была передать? Ручку, зажигалку, портсигар. Да я не понимаю, о чем вы ее, извините. Спокой. Ой, спокой. Вы что делаете, вы не имеете... Закрой рот! Пожалуйста. Ноги! Сапоги сама снимешь или помочь? Сама, сама. Ну, давай. Сама, сама. Стой! За руль! Давай за ней! Смолочь! Смолочь! КОНЕЦ 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 Привет, москвичка. Чего рыдаем? Скажи, где здесь милиция? Тут у тебя не советчик. А ты что здесь делаешь? На шухере стоишь. Скажи тогда, как найти лейтенанта? По этой улице направо, там ментовку увидишь. Мы с тобой не встречались. Где нашли? На третьем участке. Покажи. Я отнес к вам в кабинет. Пойдем. Кто нашел? Березовский. А следы? Искали? Обшарили все вокруг. Снег пошел. Никаких следов. Да и ружье бы не нашли, если бы прикладом вверх не торчало. Лазер. Калибр девять и три на шестьдесят два. Поглотитель от датчика кикстоп установлен в ложе. Оптика Зваровский. Да. Хоть бы на йоту сомнений, а? Дима, Дима. Ты вот что, Степ. Предупреди наших, чтоб языком там лишнего не трепали. А завтра с утра всех на ноги. Прочешите третий, четвертый и пятый участок. Проверьте каждый метр. Виктор Сергеевич, столько снегу навалило, а там лощины, болот. Бери всех. Собак, охранников, всех. Надо своими силами. До открытия охвата осталось пять дней. Понятно. Дима, Дима. Подержите. Что было дальше? Я не знаю. Они меня переследовали, хотели сбить. А я выскочила на улицу. Машина какая? Какая-то, не помню, иномарка какая-то. Номер. Какой номер? Номер машины, которая на вас наехала. Господи, я вам еще раз говорю, никто на меня не наехал. Я сама упала. А машина, которая меня преследовала, она вся в грязи была. Свидетели записали? Конечно. Я только свидетелями занималась. Вы будете искать этих подонков или нет? Ольга Дмитриевна, сядьте и успокойтесь. Как вы себе это представляете? По таким приметам кто-то наехал, кто-то преследовал. В итоге сама упала и поранилась. Конечно. Вы однозначно на своем месте. Вначале меня ограбили, потом чуть не убили средь бела дня. А вам это не важно. Мы найдем этих хулиганов и без ваших истерий. Извините. Да что ж с ними, с этими мерзавцами? У меня отец пропал. Ну что, вчера так и не вернулся? Нет. Его нет ни в деревне, ни на охотбазе. Уже два дня. Ну это еще ни о чем не говорит. Ну как это ни о чем? Вы про зверя слышали? Вам уже рассказали. Будете писать заявление? Ну я не знаю. Ну надо же что-то делать. Ну как-то его искать. Послушайте. Насколько я понимаю, в лесу его уже ищут. А если он в городе, то, ну мало ли какие могут быть обстоятельства частного характера у человека. Может он не хочет кого-то видеть. Он же прячется. Да вы что, прячется? Да этого быть не может. Женщина у него есть? Вы имеете в виду любовница? Есть. Ну вот позвоните ей и уточните. Нет, я не буду звонить этой женщине. Где она живет? В Москве. Номер ее знаете? 310-03-82. Какой код Москвы? 8-10-7-495. Как ее? Балашова Екатерина. Алло. Алло. Здравствуйте. А могу я услышать Балашову Екатерину? Да, я вас слушаю. Вы? Очень хорошо. Это вас беспокоит из Белоруссии, из милиции. Скажите, а вы знакомы с… Подольским Дмитрием Алексеевичем. Секундочку. Подольским Дмитрием Алексеевичем? Да, конечно. Да? А вы, случайно, не знаете, где он сейчас находится? На охоте в Белоруссии. На охоте? Угу. А он давно вам звонил? А завчера что-то случилось? Нет, нет, ничего не произошло. Не беспокойтесь, все хорошо. Значит, на охоте, да? Да, на охоте. Спасибо. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. До свидания. Ну что, будете писать заявление или вернетесь в Паричи? Мне нравится, мне все это. Послушайте, ничего страшного не произошло. Давайте я вам надолжу деньги на автобус. Андрей! Я занят. Петрович, я на секундочку. Ну давай, только быстро. Короче, я нашла пару вариантов, однокомнатная и полуторка. Только прямо сейчас нужно посмотреть. А до тебя два часа не дозвониться. Когда ты сможешь? Я не знаю, у меня работа. Андрей, все понимаю, но я тоже с работы отпросилась. Кстати, там предоплата нужна прямо сейчас. Замечательно, сама поторгуюсь. Ольга Дмитриевна, мы закончили по вашему делу? Нет. Нормально. Это что такое? Так, давай выйдем. Это иностранная гражданка. Я, наверное, очень помешала тебе с этой иностранной гражданкой. Я же просил тебя не приходить ко мне в отделение. У меня правда важное дело. А квартиру найти, это очень простое дело потом? Согласен, не простое. Давай, иди на работу, а я сейчас к тебе заскочу. Ладно, поторапливайся. Я буду писать заявление. Да, я сын. Вот этот кризис, мать его! Он как-то на твой бизнес повлиял? Что он сказал? Доход увеличился. Чего? Доход увеличился. Ху-ху! Нифига себе! Слушай, здесь музыка есть. Доста ваш кризис. Лера, ну музыка вон там, не здесь. Иди туда. Только не пей, прошу. Где? Не пей больше. Вон туда иди. Туда? Да. Ой, сюрприз. Идите сюда. Давай. Sit down, sit down. Кризис привыкла много новых клиентов. Ту дистресс. Ту эксел негатив энерджи. Сергеич, никаких следов. Вот что, Степа, пусть наши опросят всех деревенских и пусть глянут по-вторам. Люди умаялись. Снег пошел. Может, обождем. Ну, до весны, что ли? Давай действуем сюда. Что такое? Е-мое! Лера, ну что ты? Ну, Лера, ну что ты? Врача? Не надо никакого, никакого врача. Мы с вами. Все это часто бывает. Подожди, ну, поймай. Олег! Олег, иди сюда. Давай, отнеси ее. В комнату. Только аккуратнее. Может, все-таки врача, а? Я сказал, не надо. Ну, надо раз как сапожник. Не видно, что ли. А ты чего вылупился? Что, ваши телки не пьют? А пьют, я знаю. Молчи. Я вот заметил. Одну хреновину. Вот они больше полгода не выдержаны. Ну, у них или крышу сносят, с ума сходят от бабок этих. Или вообще надпеваются. Может, в то и другое месте. Полгода все. Менять надо. Чейндж. Понял? Чейндж. Чейндж? Ну, переведи. Слышь, у нас беседа не клеится. Чейндж, понимаешь? Ну, ты что, свой английский язык проглотила? Чего молчишь? Ну, я не обязана переводить всякую похабщину. Ой-мой, циррик, манырик. Какими? Прямо все. О! Все вы одинаковые, знаю вас. Тебе деньги платят, переводи. А я не на вас работаю. Ну, черт с тобой. Вадим! Не дергайся. Вадим Петрович! Что? Может, на свежий воздух, а? Да, давай, точно. Пойдем. Тут дышать тяжело. Воздуха мало. Дай сюда. Пойдем, я тебе все расскажу. Я по дороге, я тебе расскажу все. Может, девушке все-таки врача позвать? Алкогольное отравление ведь это, знаете ли? А я не заметила, чтобы она очень много пила. Так а вот чего тут сейчас? Ну, мужчинам не всегда заметны женские уловки. Актриса? А давайте я вас угощу. Коктейль, шампанское. Спасибо, мне пора. А я вас провожу. У меня еще тоже дела есть. Я не видела, как они вообще оболнились. Я когда… Олежек, превратись, ты меня раздеваешь. Зачем? Тихо. Тихо. Не надо. Я может встать. Да умара. Нельзя. Что ты делаешь? Степан, иди сюда. Забери Вадима Петровича. Замерзнет. Вадим Петрович, пойдемте-ка. Куда? Отдыхать. Отдыхать не хочу. Пойдемте. Отдыхать не хочу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У тебя чё дверь-то нараспашку? А? Проветриваешь, что ли? Или уборку затеяла? Господи, как вы меня напугали. Да нет, я на минуточку вышла, а здесь такой разгром. Я вижу. Пропал чё? Да нет, вроде бы, ничего. Хотя что здесь может пропасть? Вы про отца ничего не узнали. Я после твоего ухода позвонил в областной МЧС. Ты не волнуйся, мы проверили морги, больницы. Его там нет. Это хорошо. Завтра дадут вертолёт. Мы расширим круг поисков. Спасибо. Ой, я вас сейчас чаем напою. А ты-то как съездила? Новости какие есть? Я съездила по тому адресу, который был в записной книжке. Но там были странные люди. Я еле вырвалась оттуда. Так, может, напутала чего, а? Может, адрес не тот? Или, ну, Масловский, он же мог переехать. Ну, может. Хотя у меня такое ощущение, что они ждали именно меня. И записную книжку отняли. Привет. Привет. Смотри, третий участок мои егеря вчера обследовали. И что? Ничего. Пусть твои люди двигаются вон в том направлении. Это туда. Ясно. Надо торопиться. А человек сколько может продержаться в лесу? Долго. Если он, конечно, не ранен. Ты думаешь, тот зверь? Не знаю. Но скажи своим людям, пусть будут крайне аккуратны. Хорошо. Пошли! Пошли! Там, там такое! Я сразу же к вам. Солдаты по лесу ходят, вертолеты летают. Все дядю Диму ищут. Ну что, пойдем смотреть? Нет, я не пойду. А разве вы дядю Диму не ищете? Да, но только не в лесу. А я думала, что вы... Скажи, а ты на улице никого не видела? Нет, никого. А что? Да нет. А откуда здесь можно позвонить? У Куземеры чаясь телефон. Покажешь? Угу. Я вас буду на улице ждать. Слушай меня внимательно. Пойдешь к Ане Семеновне, возьмешь ключи. Да, она тебя знает. Да, да. Да нет. Проверь, пожалуйста, автоответчик, сообщения электронные. Да, может, что-то от отца пришло. Ну, да, да, да. Да нет, ну, все. Долго объяснять. Спасибо. Пока. А что это у вас так пахнет? Собаку завели? Или это чучела у вас так воняют? Мне нравится запах, иди на отбор. Сколько я вам должна? Не знаю. Счет придет, оплатишь. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Да вы не думайте о плохом. Не надо. А лучше пойдемте к нам. У нас телик на выкупили. А мамка Аладдин пекла. Спасибо, Галечка. Скажи, а во сколько последний автобус уезжает? Восемь-пятнадцать. Ага. А вы что, что-то придумали? Да нет. Ты иди домой. Хорошо, но вы все равно к нам приходите. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и вставили пистона нашему начальнику А он, соответственно, на нашему отделу Вот меня и прислали Короче, будем искать вашего отца Ой, больно с Олью Юда Так Субтитры создавал DimaTorzok Ольга Дмитриевна, мне нужно задать вам пару вопросов Ну и про семейные дела тоже Уж извините Вы как тут оказались? Ну, меня папа попросил срочно приехать А он не уточнил, зачем? Нет Скажите, а вот эта Балашова Екатерина могла быть как-нибудь причастна к этому похищению? Ну что вы, ну вы же сами ей в Москву звонили Ну да Скажите, а Ваша мать Просто соседи рассказывали, что Ну такая история не очень Да нет, она нас просто бросила Ага Ну и давно было Еще в начале девяненостых Отец взял ее с собой на конференцию в Ганновер А она встретила там другого мужчину И уехала на Майорку Она даже на развод не приехала Значит, ваша мать тут никак Да она ни при чем Просто отец очень доверчивый Вот ему и попадаются такие Вот и Балашова точно такая же, как мать Скажите, а вот эта Балашова, она Давно с ним? Да я не знаю Они скрывают от меня Она его ассистентка Чувствуется, что вы не очень любите эту Балашову Да это мягко сказано Я не люблю, когда врут Она придумала какую-то историю с больной матерью А отец ей потом постоянно деньги дает Ой, ладно, простите Я не хочу на эту тему говорить Но может быть у вас все-таки есть подозрения, кто это сделал? Да вы же меня уже спрашивали Ну да, да Значит, зацепок никаких О, что-то я задержался у вас Поздновато Подождите, а вы что, уже уезжать собрались? Ну да, уже темнеет Мне нужно ехать Останьтесь, пожалуйста Нет, вы не подумайте Я просто очень боюсь одна Ну а вдруг они опять вернутся за своим ружьем Ой, у вас девушка будет волноваться А вы ей позвоните Вы с ней помирились? Да мы и не ссорились Просто у нее У нее положение такое Она беременна И родители об этом не знают Ой, ну вам нужно пожениться Да, мы уже подали заявление Квартирующим Да что же за связь такая Днем была, а сейчас нету Ну а потом, что я скажу с соседями Что в деревне подумают У меня УАЗик на самом видном месте стоит Ой, святое, плевать Это вам плевать Простите Пускай меня убьет Ну ладно Я останусь В конце концов я на задании Мне еще завтра на ходбазу ехать С ружьем этим выяснить нужно Вот Спасибо вам большое А я вам сейчас чайку заварю Ну что, мент уехал? Да и не собирается походу Блин, да мы околеем здесь Поехали Ну поехали Кочура Кочур Товарищ лейтенант Где ты? Я всю ночь не спала Хоть не позвонил Ой Вы знаете, а С ним все в порядке А ты кто такая? Да вы не переживайте Он просто у меня телефон забыл А это он сейчас перезвонит Лейтенант, товарищ Привет Я не могу разложить свои вещи Товарищ лейтенант Лейтенант Но до сих пор А ты это нашел Искусе Товарищ лейтенант Он тоже solitary Лейтенант Товарищ лейтенант То-то Мой является Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует...